Если спросить у жителей республики, кто был первым героем современной России, большинство ответят Сулумбек Асканов. Но лишь немногие знают имя первого летчика не только Ингушетии, но и всего Кавказа. Он был пилотом высочайшего класса и зовут его Рашидбек Ахриев. Первым из представителей народов Северного Кавказа он поднялся в небо за штурвалом самолета. Причем сделал это задолго до Второй мировой войны. Еще в царское время Рашидбек был опытным пилотом, принимал участие в Первой мировой войне, но после развала Российской империи уехал за границу. Он эмигрировал в Турцию, но после объявления амнистии он вернулся и начал работать на благо советского общества. Он был направлен в Среднюю Азию для того, чтобы развивать летное движение в странах Средней Азии, в том числе в Таджикистане. Его первый полет по направлению Бохараду-Шамбе в современном, в том числе в Таджикистане, отмечается как национальный день авиации. Это случилось 3 сентября 1926 года. Последующие годы он был в составе гражданской авиации. Позже службу в гражданской авиации пришлось завершить. На пороге родины вновь появился враг. Началась Вторая мировая война. Рашидбек добровольно ушел на фронт. Его направили в распоряжение северо-западной авиагруппы. Отряд Ахриева выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва. Доставлял в блокадный город боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Иногда на борту самолета находились диверсионные группы, которых высаживали в тыл врага. Был летчиком московской группы. Совершил около 100 боевых вылетов на переделанном транспортном самолете под бомбардировщик, в том числе и на оккупированную территорию, совершая секретные задания по десантировке наших агентов. И в том числе он совершал боевые вылеты на оккупированную врагом территорию по ленинградскому направлению. Потому как путь пролегал через оккупированную территорию, наставленную зенитными установками немцев, то каждый вылет представлял собой большую опасность. И потому его совершение требовало огромных усилий, мастерства, которые было у нашего земляка. По-другому и быть не могло. Дедом летчика по материнской линии был первый офицер царской армии Мачхо Базоркин, а отец Рашид Бека – первый ингушский этнограф Чаха Хриев. Стать лениндарной личностью Рашид Беку было предначертано судьбой, а вернее родословной. Очень образованно, грамотно, знающий несколько иностранных языков, знающий в корне технику того времени. Самолеты иностранного производства, на которых он летал, он вызывал доверие везде, где бы он ни находился. И в его боевой биографии, которую можно разделить на четыре огромных этапа, есть такие яркие страницы, которые говорят о нем, как о мужественном защитнике своей родине. Где бы и когда бы он ни служил в Первой мировой войне, в советской авиации, где бы он ни находился, он всегда оставался верным своему слову. Родился и вырос летчик в горном селении Фуртаук. В этой разрушенной башне он когда-то жил и работал. В 1914 году Рашид Бек окончил Тифлийское военное училище, а через три года Гатчинскую летную школу. Своё высокое мастерство он успел проявить не только на войне, но и в небе над Турцией, Средней Азией и Таджикистаном. В честь него и других героев защиты Ленинграда установлен обелиск в городе Герои. И среди имен этих защитников есть имя Рашид Бека. Его имя также среди имен первых летчиков, которых отметили на обелиске, сквере при въезде в Нуково, аэропорт в Москве. И значит с 1994 года он официально объявлен первым летчиком независимого государства Таджикистан. И одна из горных вершин на по мере названной его именем. Рашид Бек Ахриев покорял небо, бомбил вражеские эшелоны, участвовал в самых важных военных операциях. Свой последний вылет он совершил в январе 42-го. Звено из трёх самолётов, в котором Ахриев был ведущим, попало под огонь немецких зениток. Два самолёта были сбиты. После освобождения Ленинградской области самолёты были найдены, а останки погибших лётчиков, среди которых был и Рашид Бек Чахович, захоронили со всеми почестями. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.